Рязанские исследователи русской Аляски во главе с Михаилом Малаховым вернулись домой с очередной экспедиции. Конечно же, с новыми эмоциями, историями и знаниями. На пресс-конференции они рассказали о том, как участники экспедиции преодолевали перенос из Аляскинского залива в озеро Бочарова. 10 тысяч километров. В принципе, для общего представления, визуально, что же собой представляла некогда российская колония под названием «Русская Америка», наверное, материала было достаточно. Но мы уже в третьей экспедиции прекрасно поняли, что просто собиранием фактурного материала, который подтверждает факт, да, здесь русский дух, да, здесь Руси пахнет, да, мы имеем совершенно очевидные факты, уникальные в культурологическом плане сохранение элементов русской культуры на территории чужого государства без первичных носителей этой культуры, уникальные совершенно, я бы сказал, не только местного значения, но и такого мирового уровня. Дорога была очень непростая, и все же этот опыт для исследователей оказался бесценным, ведь им удалось восстановить исторический путь, описанный русским морским офицером Лаврентием Загоскиным еще в 19 веке. Вот эти все пути используются русскими с серьезными экономическими задачами. По этим путям, когда там на лодках переходили, можно было переносить большое количество мехов. Нам, мы в 2011 году, задачу решили, смотрится хорошо, действительно работает в экономическом плане. Пока все полученные данные из проведенных исследований участники экспедиции складывают в одну общую картину.